Уважаемые подписчики, вы наверняка уже слышали о презентации нового хостинга в России под названием платформа. Это практически точная копия ютуба, поэтому сейчас вновь заговорили о закрытии ютуба на просторах федераций. Ранее прикрывать этот хостинг не хотели из-за того, что Dzener YouTube не отвечает современным тенденциям. Здесь я, пожалуй, соглашусь. А вот новый хостинг платформа мне понравилась, а я там зарегистрировал наш канал, который также называется ГБЦ Ремонт. Поэтому подписывайтесь на наш канал в Dzener YouTube и, конечно же, в первую очередь на платформе. Традиционно все ссылки на эти хостинги будут в описании под видео. Доброго всем! Сегодня в очередной раз вы увидите новое извращение наших клиентов. Это ГБЦ Kia Sorento. Из головки торчат свечи на кава. В двух цилиндрах они видны полностью. В одном цилиндре нет ничего. И в одном торчит носик глубине сверления. Дай бог бы с ним, если бы не одно но. Смотрим в сторону, куда закручиваются свечи, что мы и видим. Здесь торчит свеча, и чего-то вокруг намазана эпоксидкой или чем-то похожим. В двух других цилиндрах торчат остатки тела свечи. В одном остатке видны снаружи, а в другом остатке торчат в глубине шар. Извлекли сердцевину той свечи, которая еще была якобы жива, но оказалось, что так же она оборвана и практически сердцевина поддалась без усилия. И вновь бы бог бы с ним, такое встречается часто, когда свечи извлечь без труда клиенту не удается, они их ломают и головку привозят к нам. Но здесь все гораздо интереснее. Обратите внимание, что вокруг резьбы кто-то достаточно хорошо и жестко обкернил посадочное место. Все то же самое наблюдается, конечно же, и в других местах. В этом месте в резьбе четко видна резьбовая вставка, так называемая в быту пружинка. А вот это место, где свечку клиента выкрутили и вроде как там что-то осталось и от резьбы. А в этом месте кернение не шибко видно, но оно присутствует. И вновь бы бог бы с ней с резьбовой вставкой вставили и вставили пружинку. Мы также массово используем их в нашей работе, однако есть нюанс. И посмотрим на него. Это метчик с резьбой М10 шаг 1.25, которая идет в этой головке. Пробуем метчиком пройти место, где оно осталось живым. Где не было пружинки и свеча было выкручено самим клиентом. Метчик идет без усилий и даже немного болтается в начале. Здесь витки резьбы малость также подуставших. Но все равно видно и понятно, что это родная резьба. Пытаемся вкрутить этот же метчик в соседнее место под свечу, которая у нас идет с пружинкой, то есть резьбовую вставку. Метчик делает виток и стопы. Я думаю, что многие догадываются, почему метчик сделал стопы. Все очень просто. Здесь не совпадает шаг резьбы. В шахте свеча, где идет резьба с шагом 1.25, поставили резьбовые вставки с шагом 1.5. Вот только теперь мне интересен тот факт, что клиента не остановилась ситуация, когда свечи упорно не хотели лезть в свое посадочное место. Но их, как я понимаю, в наглую туда закрутили или даже, наверное, забили, непонятно. На все вопросы клиент молчит, а киры бакит. Конечно, машина никуда не поехала и в итоге голова попала к нам. Восстанавливаем посадочные места путем установления гужона. Сверлим колодцы, нарезаем резьбу, точим гужоны. Гужоны очищаем растворителем на всей резьбе и в свечных колодцах, и на самих гужонах. Наносим фиксатор резьбы и закручиваем их по своим местам. И самое интересное, это еще не все. Оказалось, подобным образом начудили и впинали постели распредвалов. Поставили резьбовые вставки, которые засверлены были наперекосяк. А в некоторых местах они были вкручены непрежно с перескоком битка. Ну а на этом, ребята, у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите каналу Дернатом и безаварийных вам поездок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!